Ну, есть много вопросов, но опять-таки я буду отвечать по-другому вопросу, иначе мы не дойдем до, хотя вы успеваете по-другому вопросу к каждому человеку. Здесь спрашивают о детях Индико, то есть, что, ну, это многие тоже будут интересны, это наиболее интересный вопрос из других, а для того, что другие интересны, что, почему, допустим, у них там фиолетовый, индиго это фиолетовый цвет, и тому подобное, и тому подобное, с чем-то связано. Опять-таки, дети Индиго, они появились и раньше, конечно, но масло не стали появляться после 95-го года. Почему они стали появляться после 95-го года? Потому что после 95-го, в 95-м году была произведена одна работа, в которой все сущности, которые в зале ожидания, то есть, воплощенные на физическом теле, были особо изменены от кармы, то есть, что такое карма? Потому что многие говорят, что карма, карма, плохая карма, хорошая карма, иначе говорят, что сон, пересон и так далее, и так далее. Что такое карма? Каждое действие человека в его жизни, соответственно, отвечает на его генетике и на сущности, и в зависимости того, какие-то действия в том, что происходит изменение в сущности. Если человек делает отрицательное действие, то есть, если кто-то не понят, что такое отрицательное действие, то к чему это приводит. Производит разрушение сущности. А природные действия разрушают человеческую сущность. Или целиком, или частично. В результате чего происходит эволюционный отход назад. При этом, если человек, если много жизни нет, у него накапливается такая сущность, накапливается такой вот багаж из действий, которые он совершал, будучи в воплощенных делах, не стоят хорошие дела, или неправильно понимать так далее. Так вот, в 25-м году было произведено код, в результате которой все сущности, которые были в тот момент, когда в зале ожиданий, были освобождены от, так сказать, и кармы была ничтой. То есть, восстановилась чистота, то есть, как вот они пришли, когда пришли сюда наши сущности, все, они были чисты без, прочисты без виховства кармы. Вот они были освобождены. После чего, те, кто хотел, вернулись на свои планеты, куда они пришли, кто пожелал. А потом были приглашены те, кто хотел заменить их добровольно. Пришли и после этого стали воплощаться дети уже без блокировок. Карма, что еще дает, возле повреждений на существенных блокируют возможности, которые у каждого из вас есть. Возле нарушений, потому что не реализуется то, что человек может реализовать, им нужно отработать, чтобы это все освободить, компенсировать думать. И вот они стали рождаться без этих блокировок. Не полностью, но в доме. Потому что определенные блокировки все стоят в силу того, чтобы человек, родившийся, с возможностью, не смог сразу, так сказать, их применить, пока у него мозгол не будет достаточно. Иначе, типа, родится, ребенок, типа, чихнул, а взялает, диму трясение произошло. Пуалет росло в две части, да? Потому что ребенок чихнул. Ну, такое может быть. Правильно или неправильно. Поэтому, чтобы оплеты возможность открыть, человек должен достичь оплеты эволюционного уровня. Когда он уже, если он чихнет, ну, по-моему, же не ребенок человек, уже планеты не распространены. Тем не менее, эти дети проявляют новые свойства, которые для божества людей. У них мозг совершенно по-другому. Если мозг, то, что мозг уже активен не частичком, кусочком, а целиком активен. То есть, возможности развития и там вот такие существуют. Ну, что происходит? Вот, по крайней мере, то, что я слышал, то, что центры для детей и дикого, там, до Новосибирка не ездят, да? В Новосибирске люди, родители таких детей, в отчаянии. Потому что их приходят заграбасывать, бить национальность, пичковать, чем угодно, только не того, что позволит им правильно развиться. Потому что они пытаются или в религии их забить, что ангелы небесные, и тому подобное, и тому подобное, все, все религии и так далее. Или, наоборот, уже в другую, в тесно-третьих в другую сторону, чтобы угробить и то, и другое. И там угробить, и там угробить. И люди спрашивают, что же делать, а сушал дети? А сушал дети? Конечно. Потому что, опять-таки, паразиты пытаются тут же использоваться, возможности направлять эти дети, пока они еще не созрели. Пока их еще можно поймать на что-то, их ловят. Естественно, что кто-то прорвется через людей. Но многие, конечно, полглавушки, из которых уже будет сложно выбраться. Поэтому здесь можно вести и пропаганду, и, наверное, чтобы не допустить такого, чтобы эти люди угробили детей. Угробили что-то не другое. По поводу детей. Теперь следующий вопрос уже за вторую зала. Ну, здесь опять по поводу школы, когда будет создана школы и так далее. Пока, школа.